здравствуйте друзья 9 декабря 2016 года канала подготовка программа периферийное зрение меня сергей окунев зовут в общем-то всех рад приветствовать прошу прощения вчера я уже попросил один раз сегодня прошу второй раз что вчерашний эфир у нас так вот без объявления войны до исчез не перенесся на сегодня поэтому может быть кто-то не знает о том что сегодня эфир в общем-то кто-то может быть наоборот ждет вот я знаю что народ сидит в общем-то в ожидании да тоже с небольшой задержкой вышли сожалению так бывает у нас очень много сейчас большая нагрузка и митинг мы готовим 11 числа которым неоднократно уже говорили поговорим еще сегодня вот и очень много до параллельных вещей вчера вот мы вообще по подмосковью ездили поэтому будем надеяться что в дальнейшем мы график свой выстроим но пока пока в таком немножко сумбуре но тем не менее спасибо всем тем кто в общем-то нас смотрят следить за расписаниями эфиров и и ставьте лайки безусловно так как-то мы скомканно начали нас еще youtube нас сегодня почему-то меня сегодня только что выпустил раньше я так понимаю что вы смотрите с какой-то задержкой я поэтому и как-то это не очень понимаю вообще в эфире ли я сейчас напишите в эфире ли я потому что люди пишут почему молчишь а я как бы не молчу то есть ли вы видите какую-то длинную задержку и тогда интересно с какого она момента либо что-то не так со звуком так ну ладно давайте тогда в эфире вот видите хорошо давайте тогда начнем с такой основной одной из основных новостей да у нас продолжается перепятие с новой оппозиции с юрием горским с иваном билетским и так далее да со всеми участниками новой оппозиции с марком гальперином вчера как вы знаете их в очередной раз задержали на этот раз по абсолютно надуманным причинам даже чисто формального повода их задерживать не было задержали их на одиночном пикете во время одиночного пикета у здания администрации города москвы до правительства москвы задержали марка за одиночный пикет и непонятно совершенно за что юрия горского хотя там даже формально не было причины его задерживать сегодня я так понимаю у него должен был состояться судебный процесс но я с ним созванивался наверное примерно в час или в два часа дня наверное скорее в 2 до и я так понимаю что юрий номер не точно уверен что юрий не знал когда у него суд во сколько то есть его не уведомили сказали что сегодня а во сколько не сказали очень интересная ситуация то есть есть меня подозрение что возможно захотят они провести суд без его участия то есть отправят ему какую-то номинальную повестку а возможно даже и не отправят который он потом найдет под дверью там через три дня и проведут суд без его участия есть такая вероятность хотя посмотрим я не думаю что но в данном случае я говорю в основной вопрос как они даже формально будут обвинением выдвигать да какое правонарушение ним инкриминирует поэтому посмотрим как эта ситуация будет развиваться так вот напоминает нам о том что воскресенье у нас будут прогулки да несмотря на то что у нас в москве митинг в регионах у нас продолжаются прогулки вот в частности рязани для прогулок собираются у театра юного зрителя 11 декабря воскресенье в 13 00 так что зрители из рязани в общем то призываем поддержать волгограде также 11 декабря состоится очередная прогулка значит носит открытый характер приглашаются все желающие прогулка начнется в 13 00 от часовни на аллее героев так что волгоградских зрителей тоже приглашаем обязательно принять участие в прогулке и в екатеринбурге только почему-то в субботу 10 декабря состоится прогулка оппозиции сбору памятника кирову в 18 45 начало шествия в 18 00 еще раз прогулки не шествие пардон это я оговорился в 18 00 по проспекту ленина площадь 905 года в общем то продолжительность 1 час призывают одеваться теплее и каждый участник получит памятный значок вот у меня нет памятного значка в екатеринбург я уже не успею плюс у нас 11 числа митинг в москве поэтому привезите кто-нибудь памятный значок из екатеринбурга будет приятно да нам нужно тоже сделать памятные значки на даже где то есть на них как-то реализовать вот 11 декабря наверное привезем в люберцы памятные значки постараемся по крайней мере нет не в люберцы в сокольнике конечно конечно я причем про сокольники подумала сказал про любит уже по привычке у нас все все оппозиционные мероприятия отправляют в люберцы и привычки влюблено конечно все я все перепутал все перепутал к новостям перейдем публичные слушания в том ли на прошли и перешли в стихийный митинг на улице это еще 7 декабря было однако вот не было у нас вот какая интересная ситуация до томлина это городской округ люберцев то есть я сначала подсказал про люберцы а потом прочитал от ность я не знал об этом то есть такая оговорка с оглядкой в будущее вот так выглядели слушания вообще слушание интересный формат я неоднократно говорил еще и саратов о том как мы участвовали слушаниях как мы их в общем-то и иногда и срывали и разные были до ситуации на слушаниях поэтому я призываю всех вот так вот закончились эти слушания общем-то таким митингом можно сказать да у районной администрации поэтому конечно я призываю всех следить за публичными слушаниями я уверен что большинство людей даже не знают о том что это такое где и как они проводятся на что это влияет поэтому почитайте что такое публичные слушания и следите за сайтами администрации города москвы администрации в общем-то ваших городских округов там публикуется информация о тех или иных публичных слушаниях приходите и участвуйте это пока еще такой единственный островок надежды до единственный такой демократический инструмент с помощью которого можно так или иначе свое мнение выражать да иногда там происходит фальсификации да иногда там в общем-то закрывают глаза на решение этих слушаний но это в общем-то гражданам есть такая возможность до через окна мы лазили да да лазили через окна да бывает и такое бывает что вот некоторые активисты из саратова абсолютно сумасшедшие значит с помощью ку нет я про себя говорю с помощью кусачек откусывают там проводку чтобы сорвать слушания и так далее поэтому разные бывают разные бывают истории приходите это весело как минимум вот так участвуйте в слушаниях это как минимум весело так сергей добрый вечер вот смотри я иду к вам на митинг слушаю славу меня там крутят мусора и дают мне штраф действий шуток рублей откуда мне обратите деньги на штраф если я безработный почти отвечаю на ваш вопрос первое значит вас ник не мяжут не вяжут на митинге как минимум потому что он согласован это первое то есть у нас есть официальный ответ от мэрии москвы который нам согласовал этот митинг и даже если вдруг представим что он был бы не согласован это гайд парк то есть это место мы согласовали митинг вместе которые не требуют согласования то есть мы перестраховались вдвойне поэтому даже формальной причины вас задерживать нет это во первых во вторых естественно если Если происходит какая-то совершенно невероятная ситуация и вас все-таки задерживают, опять же, что я говорю, очень маловероятно, да, то, естественно, мы вам окажем всяческую поддержку как юридическую, то есть в административном процессе, да, так и финансовую, в случае, если все-таки это дойдет там до каких-то штрафов. Но это не дойдет по той причине, что, в общем-то, мероприятие согласованное, поэтому приходите. Нет, но если человек будет нетрезвый, он получит штраф в размере 500 рублей, но никак не 10 тысяч. Ну да, и вообще, на самом деле, вот нужно, я об этом тоже подумал, нужно пригласить какого-нибудь юриста, квалифицированного, да, в эфир к нам, вот на периференное зрение, правозащитника или юриста, который... Друзья, мне приходится вас перекрикивать. Юриста или правозащитника на эфир периференного зрения для того, чтобы, в общем-то, он смог объяснить, да, по какой причине задерживают людей, что делать и так далее, именно в плане митингов, потому что мы знаем огромное количество квалифицированных и адекватных юристов, которые просто не сталкивались, да, с митингами, с пикетами и не знают, как работать в данном правовом поле, поэтому именно специалисты по данной системе, да, скажем так. Так, что-то у нас начало виснуть. Володь, а провод где? Дай, пожалуйста, мне провод. Какой-нибудь рабочий. Понял, нету. Так, хорошо, будем надеяться, что виснуть перестанет. Сейчас я рюм, да? Да. Так, учительница, заявившая о задержании зарплат бюджетникам в Татарстане, наказана за то, что боролась, защищая всех. Достаточно громкая, в общем-то, история была еще в ноябре. В общем-то, в Татарстане задолженность выросла практически на 50% по сравнению с октябрем, в частности, вот в системе образовательной, да, и с 32-летним стажем педагог Елена Акмалдинова, в общем-то, эту ситуацию озвучила, я так понимаю, дала, в общем-то, средствам массовой информации, новости о том, что, в общем-то, задерживают зарплату. И теперь за это ее пытаются из школы уволить. В следствии, скажем так, что в следствии, а вместе с этим у нас такую интересную цифру перевалила. Общая сумма задолженностей по зарплатам составляет 3 миллиарда 789 миллионов 874 тысячи рублей. Это только официально, согласно данным Росстата, на декабрь 2016 года. 3 миллиарда 700 тысяч для такой высокой задолженности не было никогда. И при этом нам рассказывают о том, что всего 70 тысяч человек в России, в общем-то, нуждаются в заработной плате, да, то есть, у кого задержки идут 70 тысяч, то есть, в общем-то, несложно посчитать, что если 3 миллиарда, почти 4 миллиарда рублей должны для 70 тысяч человек, то это сколько там, по 50 тысяч примерно человека, да. Ну, значит, это говорит о том, что по сколько, по 3 месяца в среднем, если у нас средняя зарплата там в районе, пускай даже 20 тысяч, то по 3 месяца люди не получают зарплату. Еще раз скажу, что это только официальные данные, то есть, сколько людей, которые работают неофициально и не получают деньги, или сколько людей, которые работают официально, получают там 6 тысяч белыми и всю остальную зарплату, там 10 остальные черными, да, серой зарплатой в конверте. В общем, система очень отлажена, то есть, вот эти даже 3 миллиарда официальных, это, конечно, говорит о том, что это, я не знаю, наверное, десятки миллиардов неофициальных. Самая проблемная округа это Сибирь, там 17 тысяч человек официально нуждается в зарплате, Дальний Восток, это 13 тысяч, и Кемеровская область, в частности, без зарплаты там больше 3 тысяч человек, в Амурской области более 4 тысяч человек, в Приморье выплат ждут 3,5 тысячи человек. Вот что меня действительно удивило, это то, что на Урале всего 1400 человек, во всем Уральском округе 1400 человек, при условии, что раньше Урал был, в общем-то, производительным центром, скажем так, да, то есть, огромное количество заводов, огромное количество производств и такое количество, в общем-то, людей, которые требуют зарплаты. То есть, это не говорит о том, что на Урале хорошо платят, это говорит о том, что на Урале просто не осталось никаких производств, не осталось рабочих мест. Вот кто нас смотрит с Урала, скажите, правильно ли мои догадки, скажем так. И вот эту инфографику представили на карте, и я сразу посмотрел на эту карту и не понял несколько моментов. Во-первых, нет Крыма, ну ладно, это, допустим, оставим на совести редакторов, да, я не мог понять, почему-то карта какая-то обрезана, и я понял, что нет Кавказа. И поискал в тексте, и оказалось, что Кавказ есть, и там нуждаются всего 1700 человек в зарплате, да, вот на Кавказе зарплату платят людям. То есть, еще раз, 1700 человек на Кавказе, и в Сибири там 17 тысяч, на Дальнем Востоке 13 тысяч. Да, вы скажете, что Кавказ это очень маленький, в общем-то, округ, да, но в Амурской области 4,5 тысячи человек, это только одна область, это даже не округ, это, в общем-то, всего лишь один, по сути, крупный город, да. Да, ну и, в общем-то, эти средства, они, да, вот я с Урала пишу, эти средства распределяются, как правило, вот эта задолженность распределяется на еще и предприятия, те или иные. Вот обрабатывающие производства задолжали 3, треть, в общем-то, от всех этих средств, то есть, наибольшее количество обрабатывающих производства. Самый такой явный должник, да, отрасль, которая больше всего задерживает зарплату. В строительстве большие проблемы, на втором месте строительство, сельское хозяйство, охота и лес, в общем-то, на третьем месте, да, то есть, очень тоже большие количества задолженностей. Дальше идет транспорт, добыча полезных ископаемых, что интересно. То есть, ну, это, конечно же, шахтеры, мы понимаем, что добыча полезных ископаемых, это там не какие-нибудь Ротенберги с сеченами недополучают, это обычные шахтеры недополучают. Научные исследования на пятом месте, электроэнергия, газ и вода, то есть, компании, так называемые, теплогенерирующие, да, то есть, сейчас мы слышали о том, что там уже проходят, во многих теплогенерирующих компаниях, проходят забастовки, проходят акции протеста рабочих, потому что им не платят зарплату. То есть, компании, которые имеют тысячепроцентную и, там, я не знаю, порой пятитысячепроцентную прибыль, потому что они нашу с вами, там, воду, нашу с вами газ и, там, что-то, я не знаю, нашу с вами электроэнергию продают нам с накруткой в сотни процентов, и даже вот эта отрасль, она страдает. Вернее, отрасль не страдает, страдают люди, которые там работают, им также не платят зарплату. Управление недвижимостью, образование, обратите внимание, что образование всего на восьмом месте, да, то есть, это говорит о чем? О том, что как раз-таки бюджетники скрывают то, что им не платят зарплаты, и, опять-таки, получают они, там, официальные семь тысяч, да, остальное им, там, выплачивают как-то в карман, а иногда и не выплачивают, поэтому официально бюджетники вообще находятся, вот образовательная сфера находится на девятом-десятом месте в списке предприятий, у которых задерживаются зарплаты. Однако мы видим огромное количество протестующих сотрудников школ, детских садов, иногда даже университетов, поэтому, конечно, это не совсем объективные цифры, но здесь и деятели культуры, здравоохранение на последнем месте. Отрасль здравоохранения, ее даже совместили с рыбоводством, вот я не понял, при чем здесь здравоохранение и рыбоводство, но они на последнем месте в списке, то есть, у здравоохранения вообще нет задолженности, всем все платят, все хорошо, почему врачи бастуют, ну, наверное, выдумывают, что-то врут, а так все хорошо, всем все платят, не надо беспокоиться. Да, я хотел вам показать, так, на важный вопрос. Почему Вячеслав суд на НТВ не подал за использованную фотографию? Да, не знаю, это судиться с НТВшниками, во-первых, не знаю, я вот чисто, а зачем, а нафига? Да, вот у меня такой вопрос, а нафига? Хотел вам видео показать, давайте я вам сейчас, значит, его покажу, нет, давайте я вам сначала прокомментирую, в дом на улице Вучетича, вот такая вот скороговорка, Вучетича, 18, корпус 1, который принадлежит департаменту здравоохранения города Москвы, где проживают медицинские работники, пришли судебные приставы, несколько дней назад это было. Друзья, можно проверять звук, что-то взрывать, не когда у нас идет прямой эфир. Я же попросил, нет, это не смешно немножко. Простите. В доме на улице Вучетича, 18, корпус 1, который принадлежит департаменту здравоохранения Москвы, где проживают медицинские работники, пришли судебные приставы и чоповцы с целью выселения. Они ломают и опечатывают двери, несмотря на отсутствие собственников, так как в это время большая часть была на работе. Некоторые врачи, узнав, что их квартиры опечатывают, все-таки смогли отпросить с работы, бросив своих пациентов, некоторых на операционном столе. Сейчас я вам покажу видео. Субтитры сделал DimaTorzok Странно, почему-то вы пишете, что звука нет, хотя, в общем-то, у меня написано, что звук идет, да, то есть бегает этот маховик. Ну, хорошо, я вам, значит, это видео покажу завтра, обязательно, не завтра, а в следующий эфир. Кстати, скажу, когда будет следующий эфир. Обязательно покажу. Давайте сделаем так, я это видео прикреплю в комментариях под сегодняшней трансляцией. Самые верхние комментарии они будут, поэтому не знаю, честно говоря, почему так произошло. В общем-то, ползунок, бегать звук должен быть. Сейчас звук есть, но потому что это микрофон звук. Легиональный оператор сорвал программу по капремонту в Нижнем Новгороде. В общем-то, я не понял, в чем удивительная новость, потому что про этот капремонт в Нижнем Новгороде сказали абсолютно все, и для меня это действительно странно, потому что капремонт не делается нигде, ни в Нижнем Новгороде, ни в какой-либо другой области. Потому что то, что у нас выдают за реализацию программы капремонта, это вот этот покрашенный дом, который стоит напротив моего, где написано, что прошел капремонт по восстановлению фасада, а разрушенный такой с отвалившимися кирпичами фасад просто покрасили побелкой и назвали это капитальным ремонтом, потратили на это несколько миллионов рублей. Поэтому нижегородцы могут не беспокоиться. То, что у них капремонт не сделали, им надо еще, в общем-то, радоваться, потому что мы знаем, как у нас иногда делают капремонт, так что снимают крышу, там две недели дом стоит без крыши, в декабре, мы об этом слышали несколько недель назад, и, в общем-то, потом там кладут какой-то 0,3 миллиметра алюминий и называют это капремонтом. Это новая крыша такая, поэтому людям зачастую сейчас бегут от капремонта. В Самарской области парламентариям купят ручки по 3 тысячи рублей. Так и работаем. В Самарской области парламентариям купят ручки по 3 тысячи рублей. Да, это, в общем-то, торги от губернской думы объявили на подарочные наборы, так называемые. Купят 33 ручки в футлярах за 100 тысяч рублей. То есть футляры за 100 тысяч рублей, а ручки по 3 тысячи рублей. В общем-то, можете посчитать, какие деньги на все это дело будут потрачены. Денег нет, но вы держитесь, да. То есть классическая такая новость уже, когда нам рассказывают о том, что нет денег на какие-то элементарные нужды. Да, вот покупают футляры за 100 тысяч рублей для ручек и ручки за 3 тысячи. Наверное, это как-то неправильно, что ли. Северновские депутаты предложили легализовать взятки, заявив, что пускай платят с них налоги. И я тут тоже не очень понял, все почему-то эту новость сегодня муссируют активно в средствах массовой информации. Возмущены люди, да, но я не понял, почему пытаются легализовать взятки, а сейчас они запрещены в России. Давайте говорить честно. То есть взятки являются одним из основных таких инструментов действующей власти. Никто их не запрещал. Если вы мне будете говорить про каких-то Захарченко и, я не знаю, и про Кулюкаевых, которых поймали на взятках. Но их поймали не на взятках, а их поймали, потому что они, в общем-то, кому-то были неугодны. И сейчас, если легализуют взятки, то завтра их будут ловить, я не знаю, с наркотиками, с пистолетами. И будут говорить, вот видите, как мы, в общем-то, боремся с наркотрафиком среди действующей власти. Поэтому у нас абсолютно легализована коррупция. Никто за нее не сажает. Никто, в общем-то. Если у нас самый главный коррупционер – это генпрокурор, по некоторым данным, фонда борьбы с коррупцией. Если у нас всевозможные спикеры Госдумы, всевозможные премьер-министры и так далее, тоже замечены во многих коррупционных сделках, то я думаю, что говорить о том, что у нас легализуют коррупцию, она уже давно легализована. Подмосковье потратит 170 миллиардов рублей на повышение эффективности власти. Тоже такая забавная новость. Ежегодно тратятся, в общем-то, средства в Подмосковье на программу «Эффективная власть». Как вы думаете, каким образом власть станет эффективнее при помощи 170 миллионов рублей? Основная статья расходов по этой программе связана с обслуживанием госдолга Подмосковья. На эти цели направят 79 миллиардов рублей. И еще 17 миллиардов получат муниципальное образование с недостаточным уровнем доходов. То есть эффективность власти у нас заключается в том, что в Подмосковье огромный госдолг, так же, как, в общем-то, и в других регионах, так же, как и в Саратове, так же, как и в любом регионе, в котором вы живете и нас смотрите. И эффективность власти, программа «Эффективность власти» – это такое затыкание вот этих дырок, да, сквозящих, причем дырок в Москве и в Подмосковье, да. То есть мы знаем, что, например, в Саратове никто не дает денег на реализацию, да, каких-то задолженностей, на их устранение. Серега готов к сотрудничеству с организациями из других стран. Я серьезно, а почему нет, мы сотрудничаем так или иначе с организациями из других стран, и поэтому, может быть, не с большим количеством, может быть, их вообще по пальцам одной руки можно пересчитать, может быть, наше сотрудничество заключается в том, что мы им говорим, мы вас поддерживаем, они нам говорят, мы вас поддерживаем, но давайте какие-то другие формы сотрудничества развивать, почему нет. Вячеслав Вячеславович говорит о том, что если Обама нам там захочет прислать деньги, мы не будем отказываться. Это правильно, я так думаю, по крайней мере. Поэтому мы готовы к сотрудничеству. Другой вопрос, что это за организация, на каких условиях, поэтому если у вас этот вопрос не риторический, а с какой-то, скажем так, с каким-то намеком, да, напишите нам подробнее. А вот воронежцы возмущены покупкой властями новогодней елки за 7 миллионов рублей. Жители Воронежа пытаются понять, действительно ли город настолько богат, что может позволить себе на Новый год елку за 7 миллионов рублей. Вот фотографии нет, но я эту фотографию видел, не смог ее технически добавить, поэтому самая обыкновенная елка. Да, вот в Саратове, например, у нас вообще выкрутились, у нас стоит елка, это не елка, это такой терминатор, конструктор, это металлическое основание, в котором несколько труп, такие в разные стороны направлены, и туда вставляют разные елки, поэтому это большая елка, кажется, но на самом деле это не единая елка, а множество-множество обычных маленьких елок. И вот в Тюменском селе чиновники добыли новогоднюю елку в палисаднике у старушки. Совершенно не смешная новость, я ее когда прочитал, так как-то депрессивное, веяние такое депрессивное пошло, в палисаднике Анна Григорьевна посадила 57 лет назад елку. И, в общем-то, произошло это в селе Ярково на прошлой неделе. Пенсионерка Анна Фольц вышла из дома и не обнаружила елку, которая больше полувека назад сажала вместе со своим маленьким сыном. Сын на протяжении многих лет ухаживал за деревом, но потом он скончался. А дерево стало для старушки одним из важнейших вещей в ее жизни, по сути, памятником умершему ребенку. И, в общем-то, убитая горем пенсионерка пошла в полицию, написала заявление о хищении. Вскоре пропажа была найдена. Оказалось, что чиновник из местной администрации спилил елку и установил ее на главной площади районного центра в 30 метрах от дома Анны Григорьевны. Пишут о том, что она плачет уже несколько суток и, в общем-то, рассказывают, что очень за нее обидно нам. Ну, вот мне, в частности, конечно, тоже очень обидно. Я не знаю, конечно, когда читаешь такие новости, хочется все бросить, закрыть ноутбук и брать билеты в Тюмень, ехать сажать эти елки Анне Григорьевне, да, потому что вот эти ублюдки, которые уже даже вот на таких мелочах, да, вот деньги они наши с вами воруют. Я не знаю, что квартиры отбирают, что угодно отбирают, но вот даже такие знаковые вещи. Но сколько елок в Тюменской области? Я не думаю, что это была какая-то глобальная цель спилить эту елку. То есть просто наплевательское отношение такое, абсолютно наплевательское. И, конечно, совершенно жутко, что уже после этой истории и во время написания этой статьи авторы подчеркивают, что в процессе подготовки материала стало известно, что 6 декабря умер второй сын Анны Фольц, Игорь. Он был судьей военного суда, и в силу этих обстоятельств, в общем-то, Анна Григорьевна совсем плохо себя чувствует. Поэтому не знаю, что комментировать, как об этом говорить. Конечно, понятно, что таких историй очень много по России, да, но это отношение, это отношение, в общем-то, власти к собственному народу. Причем даже в самых маленьких процессах, в самых маленьких каких-то населенных пунктах оно отражается. Это мы видим как именно систему такую определенную. Да, вот пишут о том, что на елке еще и денег отмыли 100%. Не удивлюсь, если ее пробили, как какую-нибудь там купленную на совхозе, да, спилили, на самом деле, во дворе пенсионерки. Вполне возможно. Челябинских журналистов хотят уволить из-за сюжета о выброшенных елочных игрушках. Тоже такой показательный момент, да, двух челябинских журналистов из издания «Первый областной» хотят уволить за сюжет о том, что более трех тысяч елочных игрушек, которые местные дети изготовили для конкурса приуроченному к чемпионату России по фигурному катанию, были выброшены. В общем-то, скандал из-за этого разгорелся. И как раз выброшенные работы обнаружили в день, когда должны были объявлять призеров акции. То есть дети сделали елочные игрушки, 3000 штук. Была акция, хотели награждать призеров. А потом журналисты выяснили, что эти елочные игрушки оказались на помойке. Все, да, единый. И вот Оксана Шевченко, руководитель телеканала «Первый областной», комментирует следующим образом правительственный канал, подает федеральный сюжет, который мочит чемпионат России по фигурному катанию. Мы же репутацию чемпионата России подмочили. Мы же репутацию России подмочили, вы понимаете? То есть это журналисты, оказывается, подмочили репутацию России. Не те, кто выбросил эти елочные игрушки, не те, кто там спилил эту елку у бабушки, не те, кто там ворует наше национальное богатство, фальсифицирует выборы и, я не знаю, там задерживает Марка Гальперина за одиночный пикет, а вот эти двое журналистов. Ну, я, в общем-то, конечно, советую Надежде Заленской и Светлане Свичкаренкой увольняться, конечно, безусловно, из издания Первой областной, если у вас такой руководитель, и я думаю, что вам это будет намного проще. Но не увольняться самим, безусловно, устроить там какой-нибудь скандал, хлопнуть дверью напоследок, это было бы очень неплохо. Замочили репутацию России, да. Вот тоже в ВКонтакте видел про детские игрушки в шоке. Но, к сожалению, это уже такая классическая история. Если вы помните, было очень много историй о том, как на границе с Ростовской областью выбрасывали гуманитарную помощь, да, там два года назад, которую собирали по всей России для жителей, в общем-то, ДНР и ЛНР, так называемых. Ее просто выбрасывали там на каких-то помойках, на городских свалках, потом выкладывали очень много фотографий с одеждой, с вещами, которые люди приносили. Ну, потому что это никому было не нужно, и понятно, что возили в ДНР и ЛНР уж точно никакую не гуманитарную помощь. Спрашивают тут про пристава. Про пристава я даже хотел сказать, у меня где-то сверху было, но пробежал эту новость. Но про пристава о чем говорить? В суде я решил, в общем-то, взять интервью у Юрия Горского. Подошел пристав, сказал, что это нельзя, вы эту часть видели, но вы не видели то, что я, в общем-то, когда выключил уже съемку, я причем думал, что это даже на съемке есть, но она почему-то, видимо, либо обрезалась, либо я раньше времени отключил. Я ему сказал, что я сейчас, вот мне нужно на суд попасть, поэтому я с вами ругаться не буду, но снимать я продолжу. Он говорит, нет, не продолжите. Я говорю, ну давайте с вами поспорим. Вот сейчас я не снимаю, я выключил, смотрите. Но сейчас суд закончится, я снимать продолжу. Вот, он там со мной очень ругался, прибежали еще какие-то приставы, но в итоге ничего делать, они не решились со мной. А потом я съемку продолжил, как и обещал, мне никто ничего не сказал, поэтому, в общем-то, там этот, который бил себя в грудь, самый главный пристав, облажался в очередной раз, как и они все, в общем-то. Руководитель управления образования Владимира уволилась после скандала в школьном бассейне. Да, но мы об этом говорили уже, причем неоднократно, о том, что в Владимире начальник городского управления образования Ковалькову подала заявление об уходе после того, как широкий общественный резонанс возник из-за инцидента в бассейне школы. Там, в общем-то, сдали бассейн школы под какую-то пьянку-гулянку, да, и по всей России, в общем-то, это видео такой оборот получило. Ну, что сказать, конечно, это не квалифицированный сотрудник, он должен быть уволен, мне совершенно нисколько не жалко ее. В Петербурге утвержден бюджет с жетонами метро по 45 рублей. Ну, то есть, вытерли, как всегда, ноги о жителей, да, Санкт-Петербурга, о граждан. И в январе стоимость проезда, в общем-то, наземным транспортом вырастет с 30 до 40 рублей, а в метрополитене с 35 до 45 рублей, то есть на 10 рублей и там, и там. И, в общем-то, документ предполагает доходы в 483 миллиарда рублей, и возникает у меня вопрос, в общем-то, получит ли хоть копейку из этих доходов, увидит ли ее, в общем-то, на улицах своего города, для жителей Санкт-Петербурга. У меня есть большие сомнения, да. У меня есть большие сомнения. Против проекта с резким ростом тариф в общественный транспорт выступила партия Роста, но это совершенно смешно. Партия Роста сейчас, конечно, к президентским выборам, я так понимаю, будет, когда готовится. Но я помню мнение, в общем-то, Алексея Навального, да, который сказал, что он не любит партию Роста еще больше, чем Единую Россию. Ну, не еще больше, чем Единую Россию, а еще больше, чем какие-то ЛДПР, там, и все прочее. Потому что партия Роста, это такая, как это, социализм с человеческим лицом, да, это такой либерализм с кремлевским лицом. То есть, очень мне жаль, что относительно приличные люди в эту партию Роста вступили. Но это тоже хорошо, это такая проверка на вшивость, да, то есть, если у нас оставались какие-то вопросы по Потапенко, по Хакамаде и по ряду, там, других людей, то, в общем-то, теперь эти вопросы, этот знак вопроса, вот так вот можно рядом рисовать восклицательный знак, да, и стирать этот знак вопроса, ну, потому что, конечно, партия Роста, это партия Лова Путина, так же, как и все остальные партии. И то, что они там сейчас пытаются как-то бороться там с повышением, в общем-то, проезда на метро в Питере, ну, это абсолютно смешно. И я говорю, это просто подготовка к президентским выборам. Мы с вами увидим, что Титов там наверняка, да, захочет идти в президенты, это будет очень смешно. Посмотрим. Какие сериалы смотришь? Очень люблю Лост, смотрел его несчитанное количество раз, причем в буквальном смысле, многие серии знаю наизусть, пересмотрел несколько раз от начала до конца всей серии, все шесть сезонов на русском, потом один раз посмотрел полностью на английском в оригинале с русскими субсидерами, да, поэтому очень люблю Лост. И в последнее время Шерлока посмотрел, жду новый сезон, да, 1 января он выйдет, 17-го года. Настоящий детектив, посмотрел половину первого сезона, нет времени просматривать, но как-то не особо зашел настоящий детектив. Некоторые моменты очень интересные, но прям хочется вот как в Ютубе, да, там ставить на двойку и прокручивать все эти диалоги, которые подаются как какие-то философские, на самом деле не несут никаких философских составляющих. Викингов не смотрел, видел первую серию и как-то не впечатлило. Я вообще, кстати, какой-то вот такой трешачок такой не очень предпочитаю. Все советовали, причем даже вот кто-то в чате писал посмотреть этого, как его, российские, российская версия настоящего детектива, забыл, как называется, не суть. Вот посмотрел две серии и просто оплевался, и фу, прям. Я прям первую серию посмотрел, думаю, все, не надо, но вторую уже смотрел из разряда, что же они придумают еще более глупого. Готэм не смотрел, вот прям вчера хотел начать смотреть, но времени нет, я говорю, на сериалы, вот уж что, на что точно нет времени, так это на сериалы. Партия Прогресса. Хорошо отношусь к партии Прогресса, потому что ее нет, понимаете. Естественно, в том плане, что, естественно, враг моего врага, это мой друг, и партия Прогресса, неразрешенная в России, она, в общем-то, конечно, является настоящей оппозиционной партией, так же, как и ее лидер Алексей Наванин. Так, «Игру престолов» посмотрел первую серию, и как-то, я не знаю, я не могу сказать, что плохо, но я исхожу из того, что если, в общем-то, это сериал, то нужно исходить с профессиональной точки зрения, первая серия должна человека цеплять. То есть я не должен смотреть первую, там, 10 серий «Игры престолов», потому что это «Игра престолов». Нет, я должен смотреть первую серию, первая серия должна меня заставить смотреть вторую. Она меня не заставила, она меня не заинтересовала, поэтому, нет, «Игра престолов» — это не ко мне. Потапенко для нас не враг, но некоторые выводы после выборов мы о нем сделали. Так, как-то я начал на вопросы отвечать. Работники волгоградской фирмы по утилизации опасных отходов выбросили артутные лампы вместе с документами организации на мусорку. Вот такая замечательная новость. Это вот тоже к вопросу о партии роста, да? Ну, не о партии роста, а о тех людях, которые пытаются при нынешней власти как-то менять общество, да? Менять какие-то вот заводы там по утилизации ядовитых отходов и что-то еще подобное. Понятно, что при нынешней власти ничего из этого работать не будет, это совершенно очевидно. Поэтому всем нужно консолидироваться на другом, да? На том, чтобы, в общем-то, власть сменить. Власть сменить. Когда мы сменим власть, тогда можно будет говорить о восстановлении экологии, о восстановлении каких-то полезных предприятий по переработке мусора и так далее. Поэтому и о снижении цен на проезд в метро, там, где угодно еще, я, в общем-то, думаю, что это вполне реально. Не нужно распыляться, я вот к чему. Не нужно пытаться требовать от этой власти что-то. Нужно просто сменить эту власть и пытаться, в общем-то, уже что-то своими руками строить на новом поприще, скажем так. Министр строительства предложил екатеринбуржцам скинуться на метро. Но вот хорошо не скинуться под метро, да, потому что мы слышим огромное количество аварий в метро. Сейчас люди бросаются под вагоны, да. И вот министр строительства там говорит, денег нет, денег нет, но вы держитесь. Федеральное спонсирование – это, в общем-то, не единственный способ построить подземку, а его еще и нету, было бы возможно создать акционерное общество, чтобы привлечь средства, значит, на строительство и реализовать совместное участие каждого жителя города в создании метрополитена. Короче, ваучеры нам с вами предлагают купить. Но, как вот Вячеславович сказал один раз, и я потом, наверное, сутки не мог успокоиться, он это сказал настолько ярко, вот вроде бы фраза простая, но это безумно смешно было, настолько артистично в каком-то интервью он давал, он сказал, что я с ваучерами все понял, когда открыл словарь и увидел, что после слова «ваучер» идет слово «вафля». Вот я говорю, я не смешно сказал, но он сказал это настолько артистично, что я сутки не мог остановиться от смеха. Вот, поэтому в данном случае вот нам тоже предлагают купить ваучеры для того, чтобы вложиться там в строительство Екатеринбуржского метро. Ну, екатеринбуржцы, как вы, доверяете ли вы местной власти, доверяете ли вы ваучерам таким местным, ну, можете свой ответ, в общем-то, написать в чате, если кто-то нас из Екатеринбурга смотрит, ну, и проголосовать рублем, что-то мне подсказывает, что особо много денег они не соберут. А вот ни одна тактильная плитка на пешеходной улице Волжской в Саратове не уложена по ГОСТу, замечательная новость, но мы говорили о том, что до Нового года и особенно после, да, весной, мы будем слышать огромное количество новостей на тему того, что Волжская начнет разваливаться, то есть первый этап, мы сейчас будем узнавать какие-то документы, какие-то экспертизы, что-то еще о том, что она была построена неправильно, что совершенно очевидно, и следующий этап, мы будем видеть, как она начинает разваливаться. Падают эти шары там 120-килограммовые, пока никого не убили, подчеркиваю, пока с этой улицы Волжской, да. Плитка там везде трескается, разваливается, эта тактильная плитка уложена не по ГОСТу. Замечательную картину видел, когда был в Саратове, вот буквально неделю я там просидел, да, прошел по Волжской. Уклон такой большой, она под очень большим наклоном идет, улица Волжская, и рядом дом, и там сточная такая труба с крыши, ну, все прекрасно понимаете, да, то есть с крыши течет вода вниз по сточной трубе. И вот эта сточная труба выходит прямо на пешеходную зону, вообще никуда не отведена. И все это дело замерзло. То есть, представьте, такой каток прямо вниз, ну, я не знаю, наверное, ну, 20-30 квадратных метров. 30 квадратных метров там можно в хоккей играть, идеального льда. То есть, вот так у нас делается улица Волжская. Еще раз повторяю, только месяц или сколько там, два месяца назад ее сдали, да. Поэтому посмотрим, что с ней случится к весне, и вообще, достоит ли она до весны, не уплывет ли она куда-нибудь в сторону Волги, там как раз недалеко. Я думаю, что, в общем-то, так и произойдет со временем. А в Ростовской области школьница избила душевно больную девушку к происшествиям. Мы переходим. И продолжается эта волна, да, о которой мы с вами говорим. Вот обратите внимание, сегодня нет ни одной новости о столкновении автобусов, да. То есть, все, волна с автобусами закончилась после того, как произошло ЧП в Ханты-Мансийском автономном округе. И это, конечно, огромная трагедия, но я о ней говорил всем, нам было это понятно. Не то, что я такой умный, а это было понятно всем. Поэтому продолжается история на тему того, что подростки, школьники и, в общем-то, молодые люди какую-то совершенно неоправданную агрессию в отношении людей проявляют, в отношении людей, животных, не только людей, да. И вот в Ростовской области школьница избила душевно больную девушку, там уже следственный комитет начал проверку. Но сейчас, в общем-то, так же, как с этими хабаровскими живодерками, да. То есть возбудят на нее 282-ю статью, 280-ю призывы к насильственной смене власти, беспорядкам, там, попытку убийства, я не знаю, там, участие в сектах, призывы к сепаратизму. То есть все вот эти статьи, которые можно применить к кому угодно. То есть у них это классический способ борьбы с происшествием. Что-то случилось, значит, надо повесить на человека абсолютно все статьи, которые есть, которые он нарушал или не нарушал. И таким образом эгегей. Они борются с преступностью, это они так борются. Ну, хорошо. Слушаю тебя не один час уже и вот. Ты помимо того, чтобы говорить, ну, здесь другое слово написано, меня ругают, что я матом ругаюсь, предложи, что делать, а не говорить, что, как, все плохо. Опять же, вместо слова «плохо» здесь другое слово. Во-первых, вы когда пишете матом, у вас, значит, комментарии не высвечиваются в общей ленте, поэтому вы можете материться сколько угодно, просто ваши комментарии не будут никому, кроме меня, видны. Я, в общем-то, на такие комментарии, как правило, не обращаю внимания. Это, во-первых. А во-вторых, я предлагаю очень много всяких разных вещей. И если вы меня смотрите много часов, ну, наверное, вы вот не правы, да, вот это слово, которое вы первое написали, это вот к вам, наверное, относится, потому что вы бы тогда знали, да, что я предлагаю и что я делаю. Пьяные жители Белозерска убили бомжа и рассказали об этом на видео. Это будет продолжаться, мы видим, что уже все практически происшествия, убийства, всевозможные там стрельбы, я не знаю, друг в друга и что-то еще транслируются там, либо в перископ, либо куда-то еще. Огромное количество, в общем-то, уже контента, да, на Ютубе или где-то еще, где смерти, преступления или несчастные случаи попадают в объектив видеокамеры. Это вообще будущее, то есть, да, в будущем мы будем, в общем-то, не надо будет даже никого искать. Везде есть камеры, везде там каждый с телефоном, не выключая, там транслирует в перископ. Причем это не то, что кто-то будет заставлять, это люди так хотят, да, то есть никто же этих молодых людей не заставлял транслировать в перископ то, как они убили там какого-то бомжа, но они это сделали. На них возбудили уголовное дело, убийство совершенной группы лиц, и, в общем-то, три сразу уголовных дела на них возбудили по разным статьям. Они сказали, что будут резать всех, ну, посмотрим, кого они будут резать на зоне, да. Молодые люди, я так понимаю, 41-летнего бездомного убили, а парням, в общем-то, 21 год и 19, то есть один из них вообще младше меня даже на два года. Ну, такие вот они гангстеры, да, гангстеры. Ну, посмотрим, что с этими гангстерами будет дальше. В Москве IT-специалисты приговорили к полутора годам заскаченный Windows 7. Володя, напрягись. В Москве IT-специалисты приговорили, да, к полутора годам заскаченный Windows 7. Ну, вот тоже классическая история, в общем-то, то совершенно неадекватное, вот мне кажется, что это есть какой-то комитет, который делает неадекватные судебные решения, то есть люди друг друга убивают, стреляют. Вчера мы говорили, как полицейский застрелил в отделении полиции какого-то задержанного в голову, и его посадили на год и 8 месяцев за убийство. Ну, там причинение смерти не поосторожности, по неосторожности. Достал пистолет, направил в голову, выстрелил, а оказывается он умер. Вот это да. Я что-то лишканул, что-то не оставил. Ну, я же не знал, что он умрет. Я думал, что пуля отлетит, в кино так показывали про терминатора. Вот. А тут вот IT-специалисты на полтора года. То есть, в общем-то, Windows 7 скачать примерно равноценно убийству человека, если вы сотрудник полиции, да, поэтому если вы полицейский, вы можете либо скачать Windows 7 и отправиться на полтора года, либо застрелить какого-то задержанного в голову и отправиться на год и 8 месяцев. В общем-то, что вам интереснее в данном случае? И закончу я такой новостью, которую я никак не буду комментировать. Я ее просто медленно прочитаю. В Омске воссоздали битву за Севастополь. Все. На этом стоит закончить. В Омске отдельный привет Омску. Воссоздали битву за Севастополь. Тоже привет Севастополю. Давайте поотвечаю на ваши вопросы и скажу сразу, когда у нас будет следующий эфир. Вообще, по идее, он должен быть в воскресенье. Но в воскресенье у нас, ну если по такому графику один эфир через два дня, в воскресенье у нас митинг, поэтому я не уверен, что смогу выйти в эфир. Поэтому давайте я постараюсь выйти в эфир в понедельник. В понедельник 12 декабря. Следовательно, потом в среду, в пятницу. Ну и будем, в общем-то, стараться входить в какой-то график, да. Если борт какие-то изменения, то буду писать на странице ВКонтакте. Поэтому задавайте свои вопросы. Привет из Омска. Очень хорошо, привет Омску. Обратно. Омск, молодцы, креативщики. Да, забавно. Я хотел фотографии повесить, вы фотографии не видели. Погуглите, если кому-то не лень. Это очень, очень поднимает настроение. Смотрел ли я В, значит, Вендетта? Вот не поверите, не смотрел. Вообще очень много фильмов культовых я не смотрел. И у меня такой прям целый, наверное, есть список фильмов, которые я хотел бы посмотреть, безусловно. Но как-то пока не доходят руки. Я говорил, почему я не смотрю фильмы, поэтому не буду об этом, на этом останавливаться. Не только во времени дела. Слушаю ли я Оксимарона. Я слышал пару песен, и как-то не ах, если честно. Не знаю, это мое личное мнение. Фильмы, музыка, это же на вкус и цвет товарищей нет. Сибирь. Привет, Сибири. Нас много, кстати, людей смотрят из Сибири. Меня, в частности, потому что я выхожу раньше в Вячеславе. Так, ну вот за петушиную прическу мы забаним, да. Ты можешь меня не слушать. Ты человек заходит в чат и пишет, почему я должен... Человек зашел, посмотрел какое-то время, написал в чате, да, очень оригинальный и островомный комментарий в кавычках. Почему я должен его слушать? Да я тебя не заставляю меня слушать. Иди в жопу, вот я тебя забанил, вот ты можешь меня не слушать, понимаешь. Я тебя освободил, да, от этой обязанности. Тебя же кто-то заставлял меня слушать, а теперь тебя никто не заставляет. Ты можешь меня не слушать. На митинге в Солнцево. А какой митинг в Солнцево? Или вы меня так подкалываете, что я там влюблено и все прочее вначале перепутал. В Сокольниках у нас митинг. Чего вы меня путаете? В Сокольниках. Повтори прогулки, когда и где. С удовольствием. Так, по прогулкам. Напоминаем, что у нас прогулки оппозиции проходят по субботам и воскресеньям. Рязань, воскресенье, 11 декабря, 13.00, встреча у Тюза. Волгоград, 13.00, у Аллеи Героев, в воскресенье, опять-таки, 11 декабря. Екатеринбург, суббота, 10 декабря, у памятника Кирову, в 17.45 сбор, в 18.00, начало прогулки. Продолжительность 1 час, и там значки раздают, это важно, поэтому приходите. Был ли эфир с Еленой Васильевой на моей памяти? Нет, я могу ошибаться. Какие новостные источники вы читаете, как относятся к Медузе? Что касается формирования новостей, плохих новостей, я же тоже этим занимаюсь. Читаем и Медузу, в том числе, и... Представитель, я забыл, как один из моих любимых новостных порталов. Медиазону, конечно, Медиазону читаем, новую газету. В общем-то, много всяких разных источников. Что касается моей программы, я стараюсь какие-то вообще региональные, не знаю, сайты, группы ВКонтакте мониторить для того, чтобы это были новости, которые не попадают, как мы, в общем-то, изначально и говорили, на основные порталы, да, чтобы это были такие где-то откопанные новости. Лентач, Лентач. Беру оттуда, да, иногда новости какие-то. Вы, может быть, это замечали, а что в этом плохого? Лента.ру в последнее время не читаю, после того, как там изменилось руководство, для меня это принципиальный момент. Первый канал нет. Сергей, за вами сейчас следят, но, смотря, что вы считаете слежкой в интернете, в интернете, конечно, безусловно, если вы имеете в виду лично, да, мы, как бы, как вам сказать, сказать, что мы перестаем даже обращать на это внимание, но, может быть, хотя, может быть, это и не совсем правильно, да, потому что это отдельная история, потому что... Отвечу «да», вот так скажем. Как относишься к творчеству Сергея Есенина? Вот мой ответ вам. Вот вам мой ответ, без слов. Знаю много стихов наизусть Сергея Есенина. Вообще знаю, кстати, много всяких произведений наизусть. 24-го митинга в Новосибирске против повышения тарифа ЖКХ. Пришлите нам ссылочку и пришлите нам видео по итогам. Я с удовольствием вам его покажу и даже со звуком, представляете? Сергей, а как определить, следят за тобой или нет? Ну, это каждый отдельный случай по-разному можно разбирать, да. То есть, когда вот в нашем поселке, где не так много людей и не так много машин, напротив нашего дома в течение двух дней стояла машина, уже так вмершая в снег, постоянно приезжала вторая машина, и там менялись люди, а из этой машины так торчала антенна какая-то, да. Ну, наверное, в общем-то, можно предположить, что это, мягко говоря, странно. А что касается, в общем-то, наружного наблюдения людей, которые за вами ходят, но это со временем вы, наверное, если вы, как бы, с этим сталкиваетесь, то вы начнете отличать это, понимать, да. Вот вчера, если в Долгопрудном какие-то наружники за нами были, кстати, есть такие подозрения, то они, наверное, очень удивились, очень. Культура будет в субботу. Кстати, не знаю, не могу вам сказать, мне об этом неизвестно. Не понял, кто попрошайки. Ну, попрошайки, а главу мы что, просим? Мы ни у кого ничего не просим попрошайки. Проведите видеоурок по основам слежки, как наружной, так и через сеть. Есть огромное количество разных специалистов по этому поводу. Я уж точно не являюсь авторитетным источником по данной теме, да. Советую вам, в общем-то, погуглить. Есть замечательные лекции Дмитрия Демушкина на тему допроса. Всем, каждому советую это посмотреть, потому что очень много моментов, о которых просто даже невозможно догадаться. Даже совершенно там, будучи профессионалом, там, будучи, я не знаю, 10 раз там на дню в отделении полиции, общаясь там с ФСБшниками и с кем-то еще, вы что-то новое однозначно из этой лекции с Дмитрием Демушкиным подчеркнете. Она есть в интернете, в открытом доступе, да. Поэтому советую с этим в первую очередь ознакомиться. Что касается слежки через сеть, просто имейте в виду, что следят абсолютно за всем. Вот когда вы будете так себя позиционировать, да, тогда, в общем-то, у вас не будет проблем. Когда вы будете понимать, что все, все, что вы пишете в сети, в браузере, в ВКонтакте, в Фейсбуке, где угодно, все отслеживается. Вот я всегда позиционирую так, да, и поэтому не веду какие-то серьезные разговоры в социальных сетях, и поэтому не пащу какие-то картиночки со свастикой, потому что просто не вижу в этом смысла. Вот, и тогда вы будете в безопасности. Я смотрел эту лекцию, ну вот напишите, как ваше мнение. Я смотрел это видео полезное, видите, я рад, что вы смотрели. Я без иронии, потому что это действительно очень полезное видео. Сложная мысль. Я, если честно, не очень помыл. Работаю в кассе, сегодня чувак дал тысячу с надписью 5.11.17. Здорово. И мы вот рассказывали о том, что на крейсере «Аврора» мы были, да, в Санкт-Петербурге, и покупали билеты, и нам сдали сдачу купюры 5.11.17. Поэтому на «Авроре» тоже все хорошо. Будет ли сегодня Мальцева? Конечно, будет не день, как иначе. Где гарантия, что после смены власти не будет еще хуже, чем власть в итоге, что власть в итоге возьмут очередные жулики? Задает вопрос мне Ватник. Ответь коротко. Страница «Начальник Ватников». Круто. «Начальник Ватников, я не буду тебе объяснять, убеждать о том, что вот мы-то точно другие. Даже вот я хотел сказать, нужно довести, а не нужно ничего доводить. Нужно просто дождаться, дожить, скажем так, до того момента, он наступит очень скоро, когда вот ты, начальник Ватников, и все твои подчиненные скажут, что, в общем-то, все, уже край, уже точка, да, и они пойдут с Мальцевым, с Чертом Лысым, с Белецким, с Горским, с нацистами, я не знаю, с инопланетянами, с рептилоидами, с кем угодно, только либо, лишь бы не с Мальцевым, лишь бы не с Путиным, да, поэтому скоро мы этого дождемся, скоро мы это увидим. Сергей, есть ли какие-то действия власти, которые вы одобряете? Будете смеяться? Есть. И, кстати, достаточно их, хотел сказать, много. Нет, их, конечно, не так много, но иногда некоторые вещи какие-то проскакивают, и я говорю, о, это интересно, это забавно. Ну, это, как правило, на региональном уровне что-то, да, и это, как правило, перекрывается, там, я не знаю, какой-то открыли новый парк и снесли 10 старых парков, да, я, конечно, одобряю, что открыли один новый парк, но КПД намного ниже, поэтому... Рубашка под цвет глаз подходит. Да, я не обращал внимания. Ну все, все затролли меня, лишь бы не с Мальцем, но оговорился, но что не бывает. Я картинку со свастикой не пощу, но иногда проскакивают фразы «От меня Путин хуело», но от меня, вот, как видите, тоже проскакивает фраза «Путин хуело», и даже два раза. Нужно еще понимать, ладно, это глобальная тема, может быть, вы правы, может быть, стоит об этом как-нибудь поговорить в одном из эфиров. Вас не могут привлечь за личную переписку пока. Вас могут там взять в разработку за личную переписку, шантажировать, как-то угрожать личными переписками, но на вас не могут возбудить там административное или уголовное дело за то, что вы кому-то лично написали «Путин хуело». Вот, поэтому можете, в общем-то, это вы можете писать. За это пока еще не сажают. Пока. Но какие-то, я не знаю, переговоры более серьезные старайтесь в социальных сетях не вести. Привет из Татарстана. Привет, Татарстан. Я уже с марта этого года не могу доехать до Казани. Вернее, один раз доехал, но и то там с приключениями. Мне нужно доехать до Казани. Я надеюсь, что после Нового года я там окажусь. Говорят про то, что Томаш хочет провести прямой эфир с неким Багировым Эдуардом, да, нами всеми любимым. Это тот, который там обещал резать всех русских, который доверенное лицо президента, если кто-то не помнит. Вот. Я очень с удовольствием бы за этим понаблюдал, да. И если, кстати, Томаш меня пригласит, я могу это завести, передачу. Ну, или не только, совести. Поэтому приглашайте. Очень я хочу задать несколько интересных вопросов Багирову. Я, может быть, не Марцинкевич, но приглашайте. Ну, я думаю, что все будет просто, и Багиров просто на это не согласится. Как я отношусь к ГМО, нет у меня конкретного ответа. Я как-то по-истански заговорил. Не могу сказать, что ГМО там убивает всех и все, да. И в то же время не могу сказать, что ГМО полезно. Гермодифицированные продукты – это, безусловно, будущее, да. Но это очевидно. Другой вопрос – вот то, что сейчас выдают за ГМО, что это и как это влияет. Причем нужно же понимать, что есть влияние на организм там ежеминутное, да. Есть влияние на организм там через десятки лет. А есть влияние на организм через несколько поколений. И мы не знаем, что произойдет, в общем-то, там с какими-то людьми, которые сейчас употребляют ГМО, что будет с их детьми там через, я не знаю, два или три поколения, да. Пока мы этого не знаем, значит, это нельзя считать безопасным. Чем ты днем занимаешься? Сложно сказать, чем я днем не занимаюсь. Готовим митинг вот сейчас, готовим новости к программе, ездим по Москве, ездим по судам. Много чем занимаюсь. В будущем за фразу мальцев, негодяй, будут сажать. Но тут не негодяй написано. Я надеюсь, что нет. Китайцы ГМО едят, и как кролики, их все больше и больше. Но я не о том говорю, не о репродуктивной способности. Я говорю о том, как через там два-три поколения, что будет с их детьми, не будет ли каких-то отклонений, связанных с тем, что, в общем-то, их родители употребляли ГМО. Посмотрим. Это можно только научным образом проверить. Я так понимаю, никто просто не... Ну, никому это не нужно, это проверять, да. На этом зарабатываете деньги. Деньги огромные. Из какого-нибудь там порошочка можно сделать несколько тонн еды, да. Естественно, это огромные деньги. И продать их не как по цене порошочка, а по цене нескольких тонн еды. Поэтому в лишний раз не нужно употреблять всевозможную дрянь. Но, конечно, полностью перейти на здоровое питание вообще в России и в современном мире невозможно. Для меня это абсолютно очевидно. Так, мы что-то начали висеть. Так, надеюсь, что мы отвиснем. Бурт ли завтра прямые эфиры? Моего, наверное, не будет. Я, кстати, думал о том, чтобы сделать завтра, но просто два дня подряд пока не вижу смысла. Культурные новости, возможно, Бурт. Прямые, плохие новости точно не будут. Респект и уважуха из Иркутска. Обратно в Иркутск. Также респект и уважуха. Я у вас был один раз. Лаги ужас, Мальцев прибьет, если такое будет в 21 час. Да и вы думаете, я что-ли здесь сижу, провода грызу? Так, ну спасибо, что вы нас смотрите. Через 45 минут у нас уже будут плохие новости с Вячеславом Мальцевым, поэтому не расходимся далеко. Попьем чаю, выдохнем и, в общем-то, увидимся чуть больше, чем через полчаса. Спасибо, что вы нас смотрите. Задавайте интересные вопросы в комментариях. Как вы знаете, я комментарии читаю. И, в общем-то, ваши какие-то вопросы, критику, похвалы, что-то еще доношу и получаю. Пишите письма, отправляйте новости, ставьте лайки. Спасибо, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok